Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World, наша ежедневная информационно-аналитическая программа. Я ее ведущий Александр Глушенко. Сегодня вторник. В соответствии с полученными от вас вопросами, которые прилетели и в личку, которые содержались в комментариях ваших к нашим программам на прошлой неделе, я на эти вопросы отвечаю. И очень объемным был блок вопросов, который вот сейчас именно ко вторнику сформировался. Буквально всю ночь мне пришлось эти вопросы разбирать, рассматривать. Прошло три дня с момента окончания 21-го съезда. Не подумайте, что это коммунистической партией Советского Союза. Что в свое время советское руководство объявляло историческими решениями или историческими событиями. Прошло три дня с 21-го съезда. Сейчас скажу, как называется. Российская объединенная демократическая партия Яблоко. Я очень глубоко, очень хорошо знаю отношения наших слушателей к этой так называемой объединенной демократической партии Яблоко. Вижу и знаю огромное количество различного рода критических замечаний. Очень сложное отношение к той политике, которую проводят, или к той политической борьбе, которую ведет российская объединенная демократическая партия Яблоко. Я ясно, четко могу сказать, что это такая веселая фальшивочка. При условии, что я честно вам признаюсь, с 2015 по 2018 год состоял в партии Яблоко. Так случилась ситуация, что на моей исторической родине, вот тут, где я сейчас занимаюсь в определенной степени пропагандой, в определенной степени агитацией, в определенной степени политической борьбой, в определенной степени какой-то, какой-то социальной и политической активностью, никаких иных политических партий демократического толка просто не было. И когда разогнали демократическую платформу Михаила Прохорова, я так поводил с жалом вокруг себя и посмотрел, а больше ничего нету. Коммунистам, честно говоря, западло. Ну, такие вещи, как ЛДПР и справедливая Россия, ну, это откровенная антиопозиция. Я пошел записался в Яблоко. Причем сразу же, с учетом своего журналистского бэкграунда, публицистического бэкграунда, вот на этом нашем, скажем так, региональном или провинциальном уровне, тут же был избран в состав политического, политсовета, по-моему, да, регионального политического совета, президиума, или как он там у них называется, я сейчас уже, честно говоря, это забыл. Три года я там сидел с пальцем в носу, обсуждал какие-то небылицы, а также былины, которые выдумывали. Это та самая партия, да, она представляет собой конгломерат этаких интеллигентов, людей в белых перчатках, которые не хотят заниматься политической деятельностью, заниматься политической борьбой, противопоставлять себя существующей власти, я это наблюдал изнутри. Ну, просто, когда я как член политсовета, регионального совета, предлагаю, ребята, нужно устроить демонстрацию, нужно сделать митинг, нужно провести какое-то крупное собрание, нужно заниматься объединением и призывом в свои ряды новых людей. Почему мы этого не делаем? Почему мы не ведем агитационных кампаний? Ну, на агитационную кампанию, вы понимаете, Александр, нам нужны, конечно, какие-то денежные средства. Какие денежные средства? Я за так готов сутками сидеть в интернете, готов сутками сидеть перед камерой и призывать сюда новых людей, высказывая какие-то, естественно, определенные политические взгляды, амбиции, направления движения, способы борьбы. Я готов этим заниматься. Среди нашего политсовета, вот среди этих 10 бездельников, безусловно, найдутся еще 1, 2, 3, 5 человек, которые пойдут в интернет, которые пойдут на камеру и которые будут призывать к политической борьбе. Почему мы этого не делаем? Не-не-не-не, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Я говорю, давайте проведем круглый стол. Я говорю, кого проведем? Председатель областного этого комитета, этой самой партии Яблоко предлагает проводить круглый стол. Я говорю, а что там будет делать на этом круглом столе? Нет, понятно, что можно за столом забухать там, набрать водки, шампанского, коньяка и сидеть там размахивать руками. Не-не-не, мы пригласим крупных политологов, социологов, и они нам на круглом столе будут разъяснять, где, как, каким образом и в каком направлении идти. Я говорю, а кто будет присутствовать на этом круглом столе? Он говорит, мы, полицовет. Я говорю, кому нахрен нужен ваш полицовет, ваша вот эта ячейка, да, партийная, когда вы не идете в массы, когда вы не хотите заниматься реальной политической борьбой, вы не хотите бороться за результаты на выборах, вы получаете свои там 2,5%, но вы не идете в народ. Это, в принципе, любая политическая партия, которая когда-либо чего-либо добивалась, она всегда шла в народ. Берите тех же коммунистов в 1917 году, они просто пошли в народ, благодаря чему захватили власть. Они пошли к крестьянам, к солдатам, к рабочим и захватили власть. Чего вы не идете, чего вы не создаете? Нет, под руководством бессменного, по-моему, 30 или 35-летнего, с 30 или 35-летним стажем Григория Алексеевича Явлинского, крупнейшего бездельника и демагога, эта политическая партия определенным образом безбедно существует с пальцем в носу. Я вам серьезно говорю, партия, которая вообще ничем и никоим образом политической деятельностью не занимается. Вот результат, пожалуйста, практически ни в одном ЗАГС-собрании, за исключением Питерского, да, и Псковского, я имею в виду Вишневского, Резника, Шлозберга, вот этих людей, которые где-то как-то на слуху в этой партии. Люди хорошие, партия дрянь, люди хорошие. Но Григорию Алексеевичу выгодно, не совершая никаких ошибок, то есть не участвуя в политической борьбе, а политическая борьба всегда связана с совершением каких-то ошибок. Кто-то оступился, кто-то не то сказал, кто-то не о том подумал, кто-то привлек не тех людей, кто-то оперся не на те самые массы, на которые нужно. Будут ошибки, будет критика. А ведь лучше что делать? Правильно, лучше просто сидеть на печке и рассуждать о том, зачем, почему, как, где кто-то насовершал ошибок и из числа других партий. Как февральское заявление, гадкое, мерзкое заявление лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского о Алексее Навальном. Представляете, человек арестован, задержан, потом арестован, потом принято решение о превращении его условного срока в реальный срок заключения в исправительной колонии. И тут вдруг лидер демократов российских, вот этой объединенной демократической партии «Яблоко» заявляет о своей, я не знаю, какой-то, скажем так, зоологической ненависти к движению Навального и к Навальному лично самому, находящемуся в тюремной камере. Это нормальный демократ, это нормальный либерал, это нормальный гуманист. Ну, либералы и демократы всегда себя объединяют с такими вещами, как... ставят рядом с такими вещами, как гуманность и гуманизм. Да нет. Это просто человек, которому удобно и выгодно ничего не делать, никем не руководить, ничего не... прямо скажем, провоцировать, устраивать, организовывать. Человек, который просто завидует более успешному политику и поэтому начинает его хаять. На обычном русском языке, говорю обычное русское слово, хаять. Ну, и сразу о тех результатах съезда, которые прошли сейчас, то, что они там вынесли. Они выдвинули ряд серьезных людей, таких, как, например, Шлозберг, ряд Шлозберг, Метрохин, вот те, которые на слуху... А чего не выдвинули Резника? Вот тот, который сейчас сидит в следственном изоляторе, якобы за приобретение какой-то марихуаны или там Каннабис, или как он там называется. А чего не выдвинули? Чего это вы описались-то? Почему вы не выставили своего представителя своей партии на выбор в Государственную Думу? Не включили его в избирательный список? Страшненько, да? Придут за вами. Ага. Вот такой результат, друзья, вы и получите. И будет вам Российская Объединенная Демократическая Партия. Боитесь вы, Григорий Алексеевич, боитесь? Да боитесь вы того, что вы просто лишитесь своей козлячей должности, которая ничем, никем и никак не предусмотрена. Вы просто фюрер в Демократической Партии. Как ни парадоксально это звучит. Пока. Яблоко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин